Первый и единственный в России, самый яркий, самый музыкальный Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Я тебя отпускала корабликом по ручью, объясняла серьезно, что хватит, что не хочу. Три-четыре минуты грустила, думая, в чью разогретую гавань ткнешься чувственным носом и спешила отметить первый свободный день. Собирая подруг по радости и беде, приползала под утро хмельная, а ты сидел на скамейке несчастной и без вопросов. Любовь зла, любовь зла, у каждой маленькой девочки должна быть бензопила. Любовь зла, любовь зла, у каждой маленькой девочки должна быть бензопила. Я тебя отпускала ракетой к другим мирам, ты вскрывал себе вены и горе снул. Кровь хлистала фонтанами из чудовищных ран и летала по комнате вроде как невесома. Мне тебя приходилось стремительно возвращать, гладить стрелки на брюках и наливать борща, пересказывать сказки о добрых простых вещах, допускать твои руки к своим запретным зонам. Любовь зла, любовь зла, у каждой маленькой девочки должна быть бензопила. И тогда я подумала, ну может не отпускать, вроде мы с тобой оба болеем за ЦСКА. Золотой на запястьях, серебряный на висках, ты меня счастливишь в такую же дорогую. И тогда я сказала, ну ладно уж, обними мой возлюбленный царь, свою нежную сломись. И вот только я это сказала, как в тот же проклятый миг ты послал меня к дьяволу и полюбил другую. Потому что любовь зла, любовь зла, у каждой маленькой девочки должна быть бензопила. Любовь зла, любовь зла, у каждой маленькой, маленькой, маленькой девочки должна быть большая, большая, большая бензопила. Обязательно. У каждой маленькой девочки должна быть своя бензопила. И у каждой маленькой и взрослой девочки должна быть своя любимая поэтесса. Именно такой для многих является сегодняшняя гостья. Телерадиоканал «Страна.ФМ». Меня зовут Александра Хайрулина. Это программа «Лучшая в стране». И у нас сегодня поэт Соло Монова. Солочка, здравствуй. Добрый день. Добрый день. Потрясающее твое произведение. Глубочайшее, философское. Глубочайшее. На самом-то деле. Ключевое слово «глубочайшее». У каждой девочки должна быть бензопила. Это глубоко. Мы сегодня, друзья, обращаясь ко всем, кто нас слушает, смотрит, обязательно увидим с вами несколько работ Солы, которые, конечно, есть, доступны в интернете, пользуются огромной популярностью. Но сразу должна сказать, что все мы физически, конечно, не могли бы их сегодня продемонстрировать, потому что их невероятное множество. Ты, кстати, сама, Сол, ты примерно подсчет какой-то ведешь. Сколько у тебя на сегодняшний день записано твоих стихов? Сколько написано, я даже не спрашиваю, забейте. Нет, не знаю, не считала. Но нужно посчитать, наверное. Потому что каждый раз я думаю, так, нужно что-то из архива. Ага, вот сегодня я хочу из 99-го года снять клип на стихотворение. А, которое было написано в 99-м. Да, что-то сколько уже, уже 18 лет назад, Господи. Но это при этом, значит, ты помнишь, что это стихотворение у тебя есть, ты его хорошо знаешь, и просто чувствуешь, что сейчас пришел момент, и нужно снять что-то очень красивое. Осень, и нужно вот всю несчастную, грустную, любовную лирику отснять. Друзья, но можно не только в интернете у жителей Москвы и гостей столицы в ближайшие дни черпать вдохновение из произведения соло. Завтра концерт будет. Давай расскажем сразу всем, где тебя можно увидеть, где тебя можно послушать, чем это выступление будет необычно, будут ли какие-то сюрпризы. Ой, про сюрпризы я ничего не скажу, иначе не будет сюрприза. Но они будут, давай тогда так скажем, да? Ну да, конечно, конечно, будут сюрпризы. Это Бардовский клуб, он такой культовый, там выступает Жванецкий. В Гнездо Глухаря, да, она за дом, да? Да, в Гнездо Глухаря, там выступал Губерман, я ходила на Губерман, он приезжает, когда из Израиля, он такой мастер слова, я думаю, любимый всеми. И в интернете, кстати, в современном интернете он очень часто цитирует, цитирует, что значит, что он до сих пор еще популярен. Ой, такой прям на в топе. Ну, Гаррики, да, очень любят многие в нашей стране, используют даже где-то на вечерах, где-то так, чтобы блеснуть, показать что-то. Просто на своих страницах в социальных сетях. Вот у меня будет завтра концерт, они сделали ремонт в большом зале, он такой обновленный. По случаю концерта соло, разумеется. Ну, конечно, я буду читать популярные стихи, еще я подготовила несколько новых номеров, я немножечко спою, ну вот не то, что я пою, наверное, мелодикламирую под музыку, сарказма немножечко спою, немножечко спою лирики, почитаю, так будет и весело, и грустно, и разные там поэтические конкурсы будут, ну, поэтические в плане будут стихи, и я буду дарить книги своим читателям. Будет музыкальное сопровождение, да, какое-то? Конечно, ну, музыкальное сопровождение, мне кажется, настраивает на нужное настроение. Ну, это правда, совсем по-другому слушается все, и смотрится, конечно, с еще более таким классным шармом. Друзья, завтра 8 начала, насколько я понимаю, да, еще желающие могут заказать себе билеты, поэтому заходите, либо на официальной страничке «Соломоновы», либо же на сайт «Нездо глухаря». Отрадно еще знать, что это не единственный московский концерт, этой осенью ты еще побалуешь своих поклонников, или пока не будем об этом рассказывать, а лучше дадим завтра что-то. Ну, конечно, каждый месяц я выступаю, делаю это для того, чтобы, ну, не потерять форму, что ли, для того, чтобы встретиться со своими читателями, обменяться комплиментами, пообниматься, я люблю обниматься. Я знаю. Почему еще ты любишь это делать? Потому что любишь очень духи. Да. Если обнимаясь с женщинами, ты, если тебе нравится аромат, ну, честно говоря, что это, напишите, я потом куплю. Так и есть, да? Да, это правда. Так что, девочки, побольше на себя парфюма. Есть возможность, иметь поклим, потом духами Соломоновы будут тоже пользоваться. Мы продолжим общаться с нашей гостьей, никуда не девайтесь. Сейчас прервемся совсем надолго, посмотрим хороший клип. Ну, и проанонтирую еще вот что. У нас сегодня есть возможность с вами разыграть несколько книг Соломоновой. Так что будьте с нами, никуда не девайтесь. Телерадиоканал «Страна ФМ», программа «Лучшая в стране». У нас сегодня, друзья, поэт Соломонова. Завтра вы можете послушать поэзию в московском клубе «Гнездо глухаря». В 8 вечера будет концерт, потрясающий сюрпризами, с возможностью получить книги. В нашей программе у вас тоже такая возможность появится чуть позже, пока, конечно, мы с удовольствием начинаем общаться с Солой. Девушка, мне кажется, невероятно продуктивная, которая пишет просто... Сколько в день... У тебя есть какая-то статистика? Сколько в день у тебя появляется стихов? Стихи пишутся по ночам. По ночам. И не каждую ночь получается стих. Всё-таки какие-то муки творчества, они... Одно стихотворение, я его читаю на концерте, я каждый раз говорю, это стихотворение я писала месяц, потому что у меня не было рифмы к слову «кокаин». Ну ты же справилась, ты же нашла его. А потом я говорю, но я заменила его синонимом. Стихотворение называется «Творожок». Ну прекрасно, замечательно. В общем, рифма есть. Я подумала, может быть, нам как раз разыграть книгу. Следующим образом мы дадим задание, ты подберёшь какое-то слово, и мы попросим подобрать рифму, и самая интересная рифма, на твой взгляд, как раз и определит победителя. Ну у меня только, знаете, из «Незнайки» сейчас приходит. Придумай рифму к слову «пакля», «рвакля». Да что же это за такая рифма «рвакля»? Ну я даже не знаю. Давайте вы предложите какое-нибудь слово неожиданное. Ну, неожиданное, как интересно. Ну... «Творожок». Прекрасное слово. Тем более оно было, да. «Творожок», друзья. Вот давайте такое слово. Самая интересная рифма, придуманная вами, должна быть отправлена на наш WhatsApp или Viber. 8909-928-189,9. Чуть позже слово подведёт итоги, выберет просто самую интересную рифму на слово «творожок». Удачи вам искренне желаю. Солочка, ты читай твою биографию, наверняка многие этого не знают. Они знают тебя как поэтессу, они безусловно делают репосты твоих стихотворений, они тебя любят, обожают, высказываются, переживают вместе с тобой, говорят, что вот это всё про меня. Но далеко не каждый знает, что ты невероятно образованный, умнейший человек. Помимо образований высших, как театральный режиссёр, кинорежиссёр, при этом ещё школа в Голливуде, киношкола, есть ещё и управленческий вуз у тебя. Скажи, ты на этом решил остановиться или всё-таки дали будут ещё какие-то интересные вузы? При этом никак не связанные с литературой. Я не знаю. Я бы сходила ещё в школу стилистики, потому что я увлечена сейчас инстаграмом, и мне нравятся вот именно стильно сделанные образы, и меня вдохновляет это. Я бы хотела бы узнать именно школу. То есть я верю в школу, то есть нужно изучить школу, а потом нарушать правила. Правильно, азы какие-то нужно получить. Все эти твои образования, они видны, конечно, в твоих видеороликах. Понятно, и актёрская, и блестящая абсолютно игра, и режиссёрская. Есть ли у тебя какие-то задумки, куда ты будешь дальше двигаться, вот именно в видеопоэзии? Ну, конечно, конечно. Задумок много, но я просто не хочу их как бы оглашать. Каждый день мы что-то снимаем, и сейчас я хочу снимать более длинные видео. Я хочу записать песни. Я не пою, но я мелодикламирую. Мы только что слушали, что всё блестяще получается у тебя, да. Вот так блестяще я не пою. И у меня есть задумки, то есть есть те тексты, из которых получатся песни, на мой взгляд. И я хочу снять клипы. Я уже придумала эти клипы. Я уже даже договорилась со многими людьми, кто снимется в этих клипах. Нужно только время, немножко времени, немножечко усидчивости, и всё будет. Есть уже артисты, которых пока немного, но они есть, которые исполняют твои стихи на музыку сочинённую. Но, честно говоря, моё мнение, что ты, конечно, гораздо круче это делаешь. Может быть, какие-то ещё должны артисты? Нет, у меня другое мнение. Я считаю, что я пишу от лица разных людей. И это не всегда обо мне. Я иногда беру историю, которая мне интересна, и пишу, например, от лица совершенно юной девушки. Или вообще от лица старушки, например. Ну, это понятно, что когда ты пишешь от лица, например, полной девушки, или девушка с силиконом, конечно, все понимают, что ты не про себя пишешь. Ну, дело в том, что я, как актриса, я не могу сыграть всех ролей. И вообще это неправильно пытаться всё сделать самой. Конечно же, мне хочется как можно больше сотрудничать. Ну, всё будет. Я вот так верю, что... Я такая золушка. Мне нужно надеть красивое платье, сбегать на бал, а потом все придут. И всё сами придут. Друзья, Соломонова «Чужая женщина всегда красивее твоей» из самых любимых произведений у многих-многих. Давайте посмотрим и послушаем. Чужая женщина всегда красивее твоей. Её не портит ни еда, ни зеркало в фойе. Её стремишься обаять, любить и украшать. Чужая дама не твоя, а значит хороша. Твоя совсем уже не то. И в жизни, и в сети Ты покупаешь ей пальто. Оно не так сидит, Нелепо сфоткалась, Поёт противным голоском. Она твоя, но не твоё. Не тёлка, а миско. Чужая. Вот где красота, Играция, и стать. Свою попробуй воспитай. Своей такой не стать. И жалко для неё теперь И сердца, и руки. Твоя не нравится тебе, Но нравится другим. Телерадиоканал «Страна.ФМ» Визит программы «Лучшая в стране» И Соло Монова сегодня у нас в гостях. Поэт. Завтра у вас есть возможность попасть на творческий вечер в одном из московских клубов в «Гнезде глухаря». Подробности все и на официальных страничках Соло, и, я думаю, на сайте, конечно, клуба тоже. Кстати, как правильно Соло назвать твои эти мероприятия? Всё-таки это творческий вечер или концерт? Поэтический вечер? Наверное, такой квартирник больше. Это будет квартирник, на мой взгляд. В данном случае, да? То есть это на театральной сцене? Он будет такой более домашний, там можно будет чуть-чуть выпивать. Будет квартирник. Ну, красота. Но будет и в театре. У нас уже, у меня был день рождения, в театре на Малой Бронной, и это был именно спектакль. И ещё будет. Ну, я потом это анонсирую. Мы будем следить внимательно за твоими новостями в соцсетях. Я хочу напомнить, что у вас есть сегодня, друзья, возможность получить книги Соло Моновой, но для этого вам нужно постараться и подобрать самую оригинальную, самую оригинальную рифму на слово «творожок». И наш номер 8-909-928-1-89-9, WhatsApp и Viber. Солочка, все прекрасно знают, твои поклонники, что ты собираешься снимать большое кино. Серьёзное большое кино. Ты всегда говоришь, что вот ещё, вот ещё, ещё. Скоро я ещё повзрослею, я ещё наберусь опыта. Он уже, наверное, очень скоро. То есть всё-таки этот момент уже близок. Да, 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 он очень близок. Не хочу об этом говорить, потому что я очень суеверна. Я боюсь, что, ну, как о беременности нельзя говорить, пока уже всем не видно. Ну, ты знаешь, кстати говоря, некоторые наоборот считают, что чем больше об этом говоришь, тем больше ты, в общем, притягиваешь тоже это. Ну, здесь у каждого свой взгляд. Я только единственное хочу тебя спросить, будет ли это фильм у Адванчика «Белая кровь»? Или всё-таки это будет что-то совсем другое? Нет, это будет что-то совсем другое. Ну, это хорошее произведение, я надеюсь. Художественный фильм, да? Ну, каким-то хотя бы общим. Да, художественный. Драма, наверное. Но, разумеется, ты должна быть там в главной роли. Нет, нет, нет. Нет, я не буду в главной роли. Ты уже знаешь, кто будет в главной роли? Да, но пока что вот как о беременности не хочу об этом говорить. Ну, хорошо, не будем говорить о беременности. Несколько вариантов я зачитаю, с твоего позволения, то, что пишут нам люди. Творожок-воротничок, творожок-лопушок, гребешок-пастушок, творожок-клопонок. Клопонок. Это мальчик или девочка? Про клопонок написала... Сложно, здесь очень мелко. Сейчас мы рассмотрим. Клопонок. Клопонок. Девушка-девушка-девушка пишет, да. Но это что-то автомобильное. Кальция-мешок. Кто-то тоже пишет, друзья, да. Так что вы продолжайте. Мы пока еще не готовы объявить имя победителя и шанс у каждого получить книги. Но лопушок пока лучший. Лопушок. Отлично, хорошо. Так что постарайтесь перебить лопушок. Рифма, к слову, творожок. А у нас сейчас, Ол, твое блестящее произведение под названием «Чувствую рядом бабы». Вечное произведение. Давайте, смотрите. Актуальное. Слушать. Где ты, мой милый? Здоров ли конь? Как на чужбине климат. Свечку зажгла у святых икон, А на душе тоскливо. Снился мне ночью неравный бой. Ты, а вокруг арабы. Чувствую, милая, беда с тобой. Чувствую рядом бабы. Снился мне ночью, что ты в плену. Снился мне ночью, что ты в плену. Сердце от боли сжалось. Хочешь, мучителей прокляну, им затуплю кинжалы. Кабы могла твою боль унять, всю забрала тогда бы. Только предчувствия у меня. Чувствую, рядом бабы. Снился мне ночью, девятый вал. Страшная непогода. Видела, как ты держал штурвал и уходил под воду. Чувствую, выброшенной волной. Плачешь под бао-бабом. Выжил один ты, а все равно. Чувствую, рядом бабы. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю. И Соломонова у нас с вами, друзья, тоже одна на всю страну. ПТС сегодня у нас в гостях. Завтра концерт в Москве. Поэтический вечер, творческий вечер. Все желающие обязательно сходите. Если есть такая у вас возможность, она должна быть непременно. Сол, я хочу тебя спросить. У тебя существуют какие-то принципы? Вот тема, которую ты никогда не затронешь в своих стихах? О чем ты никогда не будешь писать? Абсолютно не разбираюсь в политике. То есть я могу написать только, знаете, мнение блондинки на какой-то вопрос. Вот недавно мне попросили женщина-политика. Я написала. Я считаю, женщина-политик – это просто символ созидания. Несмотря на то, что целлюлитик может нарасти от заседания. Жаркий дебат – это просто. Свой мужик, мол, он каждый день горланит. Главное для женского вопроса – переоборудовать парламент. Первый ряд – из беговых дорожек, а второй – из педикюрных кресел. Может быть, чуть-чуть дороже, но бюджет от этого не треснет. А мужья пусть жарят, парят, варят, ждут с работы преданные долга, потому что долг перед державой важнее супружеского долга. Браво! Потрясающее абсолютно произведение. Поэтически-политическое. Скажи, есть люди, которые обижаются на тебя? Ты же часто говоришь, что ты, если не сама пережила что-то, о чем говоришь в стихотворении, то это часто примеры твоих подруг, твоего окружения или твоих знакомых, мужчин. И многие себя узнают в этом. Были те, которые подошли и сказали, зачем ты это написала? Нет, нет, наоборот. Наоборот. Некоторые мои подружки говорят, я поняла, что ты обо мне клево-клево. А добавь еще вот это, вот это, вот это. Так я хорошо добавлю. Ну, если, например, тоже как пример, допустим, там, развод, что-то еще. О, развод! Про силикон знакомый же тоже есть с силиконом. Ничего страшного. Ну вот... Тогда тебя должны окружать люди просто с потрясающим чувством юмора, которые любят тебя и понимают. Меня окружают люди с потрясающим чувством юмора. И главное в юморе — это относиться к себе с чувством юмора. Ну, даже про силикон — это ерунда. А вот про развод. У меня есть мосты Петровых сожжены, но мозг еще дымится. Петров уходит от жены к хорошенькой девице. Это я написала такой антидепрессант для моей подруги, у которой вот ушел муж. Ну, правда, это было не в России, а в другой стране. Я там немножко заменила слова. И она приходит и говорит, Юля, у тебя вот стихотворение вот прям про меня, прям про меня. Вот только фамилию заменить. Она даже не поняла. Ты не сказала ничего, что это про нее. Она бы в той ситуации стресса и не поняла. Но она так смеялась, и я поняла, что вот... Ты помогла ей пережить эту проблему, этот стресс. Совершенно верно. Теперь у нее все хорошо. Ведь большинство как раз тебе и пишут всегда, что спасибо, это прям про меня, это так важно, это так здорово. Знаешь, мне показалось еще таким очень важным моментом. Ты как-то в одном интервью сказала, что стихи все-таки такие саркастические, гораздо большего отклика получают в интернете. А уж если там нецензурная лексика какая-то, то это все тогда хит, хитовый становится на все времена. Но если у тебя очень глубокая философская лирика, и она как раз почему-то меньше аудитории интересна. Нет, неправильно. Просто, ну вот вы идете по улице, да, на заборе написано. Все это замечают. Потому что это провокационно. А когда вы идете в депрессии, вы смотрите под ноги, и там вас интересует вот листик, упавший с дерева. И тогда вы его видите, а то, что там написано на заборе, не замечаете. Просто иногда массы реагируют на что-то более простое, более яркое. Ну вышла голая женщина на улицу, все заметили. Да, сняли, сделали селфи, выложили в интернет, разумеется. И иногда стихи с нецензурной лексикой, я их писала просто потому что, ну потому что они написались. Они оказались вот этой голой бабой, которая вышла на улицу, и все такие, ага. Но теперь, особенно я увлеклась ютубом, оказывается, там в принципе все голые. И вот там как раз нужно одеться. И тогда скажут, вау, смотрите, это как женщина в шубе на пляже. То есть пока все в шубах, надо ходить голой. А когда все голые, надо выйти в шубе. Книга есть у тебя, левая книга, она как раз с нецензурной лексикой. Ну, это не основное. Это антидепрессивная книга. Вот если у вас будет разрыв, страдание, там, крушение мечты, прочитайте мою левую книгу. Вы будете смеяться, вы начнете писать стихи. Тут же, такие же. И весь ваш негатив, он улетучится. Друзья, запомните, пожалуйста, левая книга, есть правая книга, если это нам сейчас операторы помогут показать эту картинку потрясающую. Есть розовая книга, есть жалобная книга. А это вообще гадалка. Да, это гадалка. То есть называем страницу, задаем вопрос и читаем ответ. Ну, давайте спросим, что ждет этой осенью. Так можно правильно формулировать? Нужно про любовь, про личную жизнь и про себя. Вот что вы хотите? Любит ли? Любит ли, давайте. Ну, открывайте нам. Не глядя. Не глядя. Не глядя. Просто прям вот так не глядя. Не глядя. Оп, что пишут. Сердце мое в комфорте. Слезы намного реже. Каждый твой новый фортель понят и обезврежен. Жесткая дольчевита. Жесткая дольчевита. Пять минут. И люди могут нам задавать вопросы, а мы их будем погадать. Гадать, да. Хорошо. А я буду трактовать. Давайте мы сейчас посмотрим и послушаем измену Соломонова на телерадиоканале Страна.ФМ. Стань мне верным, милый, стань мне милым, Ты же мой не чей-нибудь еще. Осень город дождиком омыла Весь от небоскребов до трущоб. Вычистила скверные скверов И теперь, как с чистого листа, Стань мне милый, милый, стань мне верным, Не казаться постарайся, стать, постарайся. Сад желтей трайский, Осень милый в сердце и в саду. На каких творцов не опирайся, Осень наступает раз в году. Неизменно стань мне неизменным, Осенью не досчитав до ста. Кровь из пальца, как и кровь из вены, Цвет имеет общий состав. Группу, резус, сахар, соль и перец, Не переливай ее, шутя. Верность не участник разных первенств, Тех, где номера на лошадях. К черту номер, милый, стань мне милым, Отрекись от скачек и комон. Осень всех на свете полюбила, Но не изменила никому. Это можно смотреть бесконечно и слушать, друзья. Соло Монова, телерадиоканал «Страна.ФМ». Смотрим ролики небольшие, поэтические сочинения, которые есть и в социальных сетях у Соло. Ты следишь за своими подписчиками? Я имею в виду их количество увеличений, а для тебя это важно? Вот еще 10 подписались, вот еще 100 прибавились в ряды твоих поклонников. Ну, конечно, мне приятно. Особенно приятно, когда новое стихотворение выкладываешь, никогда не знаешь, понравится оно или не понравится. И всегда, ну, когда понравилось, ты такая, ну да, я молодец, хорошая стихотворение. А когда не понравилось, ну, слишком сложно, слишком высоко. Ну, я знаю, как себя успокоить, правильно настроить. Тебе не удается угадать, да, как примет публика? Никогда. А из твоего окружения кто-то есть, кто может тебе сразу сказать, ты что ты, Юль, ты не понимаешь, вот это будет бомба? Не знаю, нет, никого нет, не поймешь. Успех стихотворения зависит исключительно от темы. Вот тема, она, чем более жизненная тема, тем более популярное стихотворение. Любовь или какие-то вот новые веяния, там будет, ну, не знаю, там, гаджеты, айфоны, селфи, силикон и так далее. Ну, сарказм и Ирика, они живут своей жизнью, то есть это два совершенно разных раздела. Сарказм, там, конечно же, что у, ну, то есть там, мы же все завидуем, мы же все чем-то недовольны, мы же все с чем-то боремся. И вот если ты угадываешь тему, с которой уже все борются, но еще никак ее не сформулировали, то есть я первая написала стихи о силиконовой груди, это было пять лет назад. Теперь, наверное, уже масса произведений, так скажем, по этому поводу, песни, там, какие-то ролики, шутки. Но когда я написала это стихотворение и выложила его в Инстаграм, почему, собственно, у меня такая подписка в Инстаграме? Это все, это стихотворение. Можно тебя попросить, его зачитай, ты вспомнишь его? Ну, вспомню. Давай. Телезвезды, теннисистки, все уже решились. Ты должна поставить сиськи, сиськи небольшие. Сиськи вроде батарейки для ребра Адама, очень повышают рейтинг современной дамы. В одноклассниках без сисек тупо наряжаться. Сколько на тебя подписок? Два азербайджанца? Если сиськи сразу тысячи из любого края, сто унылых фоток пищи так не набирают. Если сиськи сразу, опа, в топе технологий. А когда поставишь попу, станешь нано-блогер. Это больно, но не сильно. Это пропуск в касту. Бабы, что тебя бесили, все давно сиськасты. Что за мелочь? Два прокола вставили-зашили. Разрешит любой онколог. Сиськи небольшие. Ну, разве это не самое правдивое правдивое? Абсолютно. Браво. Ну, это сарказм. А лирика, она сезонная. То есть вот сейчас осень. Но тебе самой какая Соломонова ближе? Вот такая саркастичная, такая стервозная, такая прямая абсолютно. Или очень философская, глубокая, лиричная местами? Я не знаю. Вот сейчас у меня такая классическая осенняя депрессия. Поэтому сейчас мне хочется писать лирику, хочется снимать лирику. Хотя две последние ночи я написала два сарказма. Вот видишь, какие изменения? Ну, я просто пишу одну лирику, но я не могу ее быстро написать. Ты же любишь Пушкина. Пушкин любил осень. И ты ходишь иногда к Пушкину, ты говорила в интервью. Хожу. Надо чаще ходить. Мало того, мы недавно были на гастроли в Минске, гуляли, гуляли, гуляли. И опять подошли к Пушкину. Я говорю, Сан Сергеевич, и вы тут. Он говорит, и я тут. Я говорю, ну как не писалось, так и не пишется. Он мне, если не пишется, пиши. А если очень хочется? Все равно не пиши. Все равно ничего не напишется хорошего. Ты говорила, что ты на заказ не пишешь. Не пишу. Ну, а если какой-то артист обратится к тебе, известно, не очень. Тогда меня вдохновит артист, понимаете? Заказ — это когда мотивация — это заработать денег. Меня нужно... Вот, кстати, Рыбников, один из моих любимых композиторов, ему говорят, как вы такое количество музыки пишете в такие короткие сроки? Он говорит, меня мотивирует дедлайн. Я понимаю, что утром нужно принести и сразу вдохновение. Вот и мне тоже нужно вдохновение, чтобы я была влюблена в артистов, в певца, в исполнителя. Это может быть не обязательно, знаете, любовь мужчины к женщине. Или женщины, это как в том анекдоте. А есть любовь к родине. Вот сейчас пойдут кадры. Вот мне нужна любовь, мне нужна мотивация, мне нужен огонь, стресс, чтобы написать. Вот сейчас все влюбленные в тебя, все влюбленные в поэта Суломонову, ближе к телевизорам, к экранам, к гаджетам, к приемникам, потому что у нас тоже величайшее произведение наприседало. Да чего шикарно в соцсетях девчата, лайкают их парни, да проличат, да. Во себе эти Гриши, их зовут в Паттайю, А мне никто не пишет, но я приседаю Вместо протеина у меня тушенка. И пока не видно, девичья душенка, но проходят мимо. Петь Гриши, Васи, но это объяснимо, Ведь я пока на массе, но уже пошила Платье для свиданий в нужном месте шила Спонсор приседаний, а птицу ловят сетью Я дну и стою Васю, Гришу, Петю Я наприседаю, я наприседаю, я наприседаю, я наприседаю Вот так, друзья, Соломонова, очень много полезного можно извлечь из поэзии, можно излечиться от депрессии, можно наоборот помечтать, в общем, совершенно, мне кажется, безграничен твой талант, спасибо. Можно наприседать, естественно, да, задуматься надо, не надо что-то вставлять, переделывать, или просто любить себя такой, какая ты есть, а не важно, что ты не умеешь целоваться, хорошо готовишь и так далее, и тому подобное. Сейчас нам нужно подвести итоги. Мы просили Вас подобрать рифму оригинальную, к слову, творожок. И вот сейчас мы даже попробуем выбрать трех писателей наших, которые подобрали самые интересные рифмы, и, конечно, с удовольствием подарим книги, розовую книгу, левую книгу и жалобную. Ну, я еще подумала, какую мне не жалко будет отдать. Какую не жалко? Все, да, друзья, понеслась. Творожок-кругляшок. Творожок-марш-бросок. Скушай свежий творожок и получишь пирожок. Это уже прям какие-то у нас здесь лозунги. Дальше такое сообщение. Творожок-кальция-мешок. Был у нас творожок-женишок. Вот женишок мне нравится. Женишок. Творожок-ползунок. Ну, это даем, понятно, что человек, написавший это, ему нужны ползунки. Это мамы, мамам даем без очереди. Творожок, а ползунок, все, тоже побеждает. Даже не в рифму, но однозначно, если ползунок, понимаете, если на все рифмы ползунок, все понятно. Ну, это как мамы двоих деток, конечно, здесь чувствуют. Это жмать, матерям даем. Творожок-у-меня-всё-ок. Творожок-медок. Творожок-рыжечок. Мультишок-полтишок. Рожок. И тут поменьше, это очевидно важно от слова рога. Кто-то считает именно так. Творожок для всех, дружок. Ну, и, в общем, если, Солочка, ты уже готова, что? Жирок. Ну, вот я мечусь между всё ок, просто потому, что у человека хорошее настроение. Тут, понимаете, главное же не рифма, а главное-то посыл. Типа, что бы ни было, всё ок. И ещё, тоже с каким-то подтекстом было, когда было комментарий, что там было? Комментарий какой-то имеешь? Ну, там, от слова рога, да. А, да-да-да-да-да-да-да. Рожок от слова рога. Ну, давайте две ещё подарим. Подарим всем, что ок, и если рога, это значит тоже у человека явно не всё так гладко. И левую книгу подарим за рога. Друзья, вот здесь вот уже должна сказать, к сожалению, для меня в расход уже пошли подаренные мне книжки, но ничего, Соло пообещает, что мне это уже подарит. Я додарю. Всё, друзья, спасибо огромное всем, кто принимал участие. Мы обязательно свяжемся с вами и расскажем, где сможете забрать книжку. Впрочем, если вы не получили её сегодня в нашей программе, вы можете заказать на сайте Соломоновой. Вы можете завтра прийти на её московский концерт. Ну и дальше прийти обязательно на концерт, если окажутся поэтессом у вас. Ещё можно купить в магазинах, там есть стихи про мужиков. Прямо вот на Арбат приходите, спрашивайте Соломонова, стихи про мужиков. И это такая хорошая книжка в твёрдой обложке. Да, читайте, девочки, это очень-очень-очень помогает, надо сказать. Ну и завтра тоже можно будет приобрести, правильно, на твоём концерте. Восемь часов, давай ещё расскажем, это клуб «Гнездо глухаря», приходите обязательно. Масса сюрпризов обещает нам Соло Монова. Соло, ну твои ближайшие планы вот после концерта. Или тоже мы не будем говорить, будем... В Минск, я еду в Минск. В Минск, я была на квартирнике в Минске, мне очень понравилось, и теперь я уже еду на большой концерт. Это будет 21 сентября. Нас в Беларуси очень любят, смотрят и слушают, так что говори, обращайся и приглашай туда. Это дворец, кажется, дворец профсоюзов, да? ДК профсоюзов. ДК профсоюзов. Красивый очень зал. Самые твои свежие строчки, которые написаны вот-вот прям. Вчерашние. Это была ночь? В тёмная комната? Я потом дописала. Подсветка телефона? Ну я даже не знаю, насколько же они хороши. Как же они начинаются? Ну в общем, я не вспомню сейчас всё стихотворение, но я могу рассказать сюжет. Значит, после лета учительница истории приходит на линейку с распухшей верхней губой. И директор её хочет уволить за то, что, значит, вы там накололи себе губу. Она говорит, а меня укусила оса. Это драма. Ну это драма, но там очень много об отношениях в женском коллективе, мне кажется. Стихи об отношениях в женском коллективе. Скажи, пожалуйста, насколько ты сама строга, вот когда тебе появляются, попадаются в интернете стихи других поэтесс, поэтов? Я с удовольствием читаю. И то, что хорошо, я сразу впитываю и подражаю. Ну есть те, которые действительно, которых ты признаёшь. А поэтах лучше современных не говорить, иначе кто-нибудь обидится, понимаете? Мы же все друзья, и все общаемся. И все, кто уже не обидится, Игорь Северянин, он по-прежнему твой самый любимый поэт? Ну это, как знаете, первая любовь. Она по-прежнему самая любимая, она первая, тут уж никуда не деться. То есть это был первый мой такой, что прям, а-а-а, неужели это вы, Игорь? Она у нас и в шампанском, она у нас и в шампанском. Удивительно вкусная, искристая и острая. Весь я в чём-то норвежском, весь я в чём-то испанском. Вдохновляюсь порывно и сажусь за перо. Стрёк от аэропланов, беги автомобилей, вертопросвист, экспрессов, крылолёд, бояров. Кто-то здесь зацелован, там кого-то побили. Ананасы в шампанском, это пульс вечеров. В группе девушек нервных, в шумном обществе дамском. Я трагедию жизни притворю в греза фарс. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс. Я помню, представляете? Он невероятный совершенно, но всё-таки попрощаемся мы на твоих стихах. Я его полюбила, буквально прямо через несколько секунд. Прежде я хочу сказать огромное тебе спасибо. Спасибо. За то, что ты делаешь, за то, что ты пишешь. За талант, который виден и читаем, и в любой твоей работе он настолько явен, и это не может не восхищать. Я знаю, что впереди нас ждёт огромное количество сюрпризов, невероятных и больших, каких-то и художественных работ и так далее, и тому подобное. Твори, пусть все твои мечты обязательно воплощаются в жизни. Спасибо. Завтра обязательно отправляйтесь себе на концерт Соломоновой на творческий вечер поэтический в клуб «Низдно глухаря». Ну, а мы тебе всегда рады. Соломонова, браво. Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно.